Доброго времени суток, с вами Лекс Кай. В этом видео будет подробно описана работа наружных огней в самолете Boeing 767-300. Приятного просмотра. Панель управления наружных огней светом находится на выходе, перед глазами пилотов. В левой части находится один тумблер такси и два тумблера runway turn. Имеют два положения, on и off. В средней части находятся четыре кнопки. Первая кнопка это nav lights, относится к position lights. Вторая и третья кнопки это red и white lights, относится к anti-collision lights. Четвертая кнопка вайинг. Под этими кнопками находятся еще три тумблера, landing lights, имеют два положения, on и off. Это два тумблера, вайинг и один тумблер noise gear. В правой части находится еще одна кнопка logo. Рассмотрим четыре кнопки в центре и одну кнопку в правой части панели. Первая кнопка, navigation lights, включает навигационные огни на концах крылья. Справа зеленый, слева красный. Также включает в себя белые огни, расположенные там же на концах крылья. Включается после подключения батареи. Они показывают расположение самолета. Рассмотрим вторую кнопку. Red lights, включает красный вращающийся маяк, который находится в передней верхней части фюзеляжа и нижней средней части фюзеляжа. Говорит о том, что двигатель либо запущенный, либо только запускается. Включить перед запуском двигатель. И выключить после заглушки двигатели, когда встали на паркинге или у терминала. Третья кнопка, white lights, включает белый проплесковый маяк на концах крылья. Уведомляет о том, что самолет выруливает на полосу или пересекает ее. Включается при выруливании на полосе или при пересечении активных полос. И выключается после приземлений, когда свернули с взлетно-посадочной полосы на рлежную дорожку. Четвертая кнопка, white lights, включает белые огни, свет которых падает на крылья и на двигателе. Предназначен для осмотра крыла на наличии повреждений или обледенения. Можно включать перед маневрами. Отключить на исполнитель. После набора можно снова выключить. Рассмотрим последнюю кнопку, logo. Это лампы, которые находятся на стабилизаторе с двух сторон, которые защищают киль самолета с нанесенным на него логотипом авиакомпании. Используются также в аэропортах, для того, чтобы наземные службы, пилоты и диспетчера видели логотип авиакомпании и быстро могли бы идентифицировать принадлежности самолета. Значения по включению не имеют. Обычно зависит от правил авиакомпании. Рассмотрим три тумблера в левой части панели. Один тумблер – это такси. И два тумблера – runway turn-off. Рассмотрим первый тумблер – такси. Включает освещение впереди самолета. Расположен на передней стойке шасси. При маневрах поворачивается вместе с колесами. Также уведомляет других в маневре самолета. По отправлению включается перед началом руления. И выключается после занятия исполнительного. По прибытию включается после посадки. И выключается перед выключением двигателей. Рассмотрим еще два тумблера – runway turn-off. Включает освещение по левой и правой сторонам впереди самолета. Увеличивает угол освещенности. Находится в корневой части крыльев. По отправлению включаются перед рулением. И выключаются на высоте 10 000 футов. По прибытию включаются на высоте 10 000 футов. И выключаются перед выключением двигателей. Обычно включаются в условиях плохой видимости. Рассмотрим последние три тумблера – landing lights. Это один тумблер – noise gear и два тумблера – wind. Включает посадочные огни. Расположены на передней стойке шасси. По отправлению включаются перед взлетом, на исполнительном. И выключаются автоматически после уборки шасси. По прибытию включаются после выпуска шасси. И включаются после приземления, когда свернули взлетно-посадочные полосы на рлежную дорожку. Рассмотрим последние два тумблера – wind. Включают посадочные огни самолета. Находятся в корневой части крыльев. По отправлению включаются перед взлетом, на исполнительном. И включаются после взлета на высоте 10 000 футов. По прибытию включаются на высоте 10 000 футов. И включаются после приземления, когда свернули взлетно-посадочные полосы на рлежную дорожку. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.